Социальное программирование, социальное программирование, Можем ли мы противиться социальному программированию? Можем ли мы избежать социального программирования? Или мы все просто его жертвы? Жертвы социального программирования? Всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить с вами на тему социального программирования. Что же такое социальное программирование, как по-вашему? Тот элемент, который присутствует у вас с самого детства. Это некая инструкция в вас, которая прокладывает собственные планы и желания по отношению к вам и вашей жизни. Часто бывает, что социальное программирование ведет к негативным сценариям жизни, хотя задумывалось изначально как позитивная инструкция по выживанию. Представим себе этого ребенка. Маленький ребенок впервые родился в этом измерении. И он просто начал жизнь с чистого листа. Он не знает ничего про этот мир. Но единственная биологическая программа, которая содержится в его теле, подсказывает ему, что нужно выжить. Поэтому он начинает открываться на источнике информации. Он прислушивается к своим родителям, к своим воспитателям, друзьям, знакомым, которых становится с каждой минутой жизни все больше и больше. И постепенно он становится маленьким заложником данных инструкций. Если ему повезло, и он родился в благоприятном окружении, в благоприятной семье, с хорошими друзьями, которые полны радости, счастья, решимости, уверенности, то, конечно, ему повезло, именно эти настройки он в себя и впитает. Именно проявлением этих качеств он и станет. Но если ребенку не так повезло, то, естественно, он будет проводником уже иных заложенных инструкций. И часто инструкции, которые получает ребенок в большинстве различных локаций, где он может родиться, являются такие. То есть ты, если не работаешь, то ты никто, если ты не делаешь, как все, то тебя никто не заметит. Если ты чем-то выделяешься, то ты потенциально можешь быть угрозой для общества. Поэтому будь как все, будь серой мышкой, сиди спокойно, не рыпайся, и все у тебя будет тогда хорошо. Однако, как показывает практика, такого никогда не бывает. Чем более вы себя запираете в грамки социального программирования, тем меньше вероятность того, что вы разбогатеете, станете более счастливым, менее счастливым. То есть у вас просто все будет никак, просто как жизнь статиста. Поэтому, дабы это не происходило, нужно понять истоки социального программирования, которые мы уже с вами начали обсуждать. Кроме наших воспитателей, к истокам программирования, конечно же, добавляются телевидение, книги, фильмы, различные истории, анекдоты, легенды, классические сказки, ну и современные сказки тоже. Огромная масса желающих навязать собственную легенду по отношению к происходящему вокруг. Масса проповедников, которые вам, конечно же, расскажут о том, как правильно жить, и из чего состоит мир, и чем правильно надо заниматься. Масса экспертов, настоящих и лжеэкспертов, которые также вам будут утверждать, что все знают о мире, и, конечно же, вам это все бесплатно или платно расскажут. Я, конечно же, не говорю, что все эти инструкции, которые вы получили и получаете по сей день, являются только негативными и служат только злу или какой-то непонятной и неизвестной цели. Большинство из них, возможно, полезны, уместны. Многие из них уже не актуальны, однако вы по сей день их выполняете. А некоторые вообще для вас опасны и губительны. Я призываю вас только к тому, чтобы начать по чуть-чуть задумываться о том, что с вами происходит. Я понимаю, что это может звучать как клише, задумывайтесь о том, что с вами происходит, ртт. Нет. Я призываю вас к немножко другому подходу по отношению к жизни. Я призываю вас к тому, чтобы вы поняли, кто вы. Чтобы вы начали копать вглубь себя. Пока это для вас будет звучать просто как фраза. Понять, кто я, копать вглубь себя. Но постепенно, вспоминая наш разговор, вспоминая эту фразу «Кто я?», вы по чуть-чуть начнете больше ее раскрывать. Ведь вопрос «Кто я?» — это один из фундаментальных. Может быть, это даже самый главный вопрос в жизни. Потому что от него зависит и счастье, и богатство, и вообще все, что может быть. Успехи, достижения — это все об этом. Но о вопросе «Кто я?» мы поговорим немножко позже. Может быть, в дальнейших видео, в отдельных. В этом видео мы посвятим себя исключительно программированию. С источниками программирования, я думаю, понятно. Однако, что еще, по-вашему, является тем элементом, которые влияют на вас? Подумайте об этом. Попробуйте записать в комментариях ваше мнение по поводу того, какие источники программирования воздействуют именно на вас, на ваше окружение, на ваших близких. Проявите смекалку. Дабы вас сильно не утовлять в этом видео разговорами о банальностях, возможно, для кого-то, или дабы вас сильно не шокировать по поводу того, что вокруг сплошные источники программирования, мы немножко упростим задачу. Поэтому представим снова этого ребенка. И вот он получил инструкции, вот он движется по реальности, сверяет эти инструкции с действительностью. Иногда эти инструкции правдивы, и действительно два пальца в розетку дают боль, дают удар током. В этом инструкция совпала, да. Но бывают и инструкции, которые утверждают, что нужно много-много сильно усердно трудиться, чтобы добиться денег и так далее, и тому подобное. И эти инструкции неправдивы в основном. Да, трудиться нужно, бесспорно. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, да, пословицы. Кстати, пословицы одни из тоже методов программирования. Вспомните свои любимые, 10 любимых пословиц, и выпишите для себя на отдельном листочке. Вот именно они тоже являются источниками вашего программирования. Именно по этим лекалам вы сверяете собственную жизнь. Вы только ищите удобный способ, то есть повод для того, чтобы сказать, а вот эта пословица сюда подходит, да, я так и знал. Но это не так. То есть иногда, конечно, пословицы совпадают, попадают в цель и звучат уместно. Но часто это просто заблуждение, и игра в слова для того, чтобы потешить свое самолюбие. Одной из таких проблем человека является как раз потешение постоянно своего самолюбия. Мы сильно уходим в игру для собственного эго и опять же теряем радость от жизни. Но мы отвлеклись. Вернемся снова к этому малышу. Итак, вот он идет, он получил инструкцию, он уже начинает тешить собственное самолюбие, начинает лелеять собственное я, которое ему опять же навязали другие. Сказали, кто он, какой он, чем он должен заниматься, где жить, как себя вести, где работать. И какую-то часть инструкции он, конечно, безропотную взял, какую-то начал отрицать и как бы стал бунтарем, маленьким локальным бунтарем. И вот этот малыш движется по жизни теперь неосознанно. Приходя сюда, он был полностью осознан, но снабдив себя этими инструкциями, он как бы ушел в транс. В той или иной форме это транс. Уплыл, и теперь он во сне. Вы наверняка слышали фразу «все есть сон», «мы все спим», «мы в матрице» и т.д. и т.п. Но матрица – это немножко драматизированное представление реальности. Сон разума как раз состоит в том, что он спит от собственных инструкций, которые он просто ежедневно прочитывает у себя в голове. Поэтому за этими всеми инструкциями он, конечно же, не замечает радости жизни, которых полным-полно вокруг, бесконечные потоки радости вокруг. И просто глупо быть несчастным или депрессивным, усталым и т.д. и т.п. Ведь все состоит из радости. Люди, события, окружение. Даже самые грустные события часто полны радости. Если вы присмотритесь даже в лица страдающих людей, вы обнаружите у них маленькую спрятанную улыбку. Это всегда так. Даже калека улыбается. Но проблема в том, способен ли калека осознать улыбку. Способен ли раненый человек осознать свою радость, которая скрыта под этой раной. Это и есть работа над собой. Видеть не только свои программы, а видеть нечто глубже. Видеть свой источник, понимать, кто ты есть на самом деле. Уметь отходить от собственных инструкций, полученных ранее. Уметь не быть марионеткой в чужих руках. Строить собственную реальность, строить свой путь. Создать для себя течение или найти самое благоприятное направление. Не то, которое нам продиктовали, а то, которое мы нашли по собственным личным ощущениям, докопавшись до ответа к тому. Итак, что же нужно сделать? Необходимо понять, какие источники являются для вас самыми любимыми и что эти источники для вас несут. То есть, например, вы привыкли смотреть телевизор, проанализируйте, о чем они вам говорят. Анализируйте в двух направлениях. Это чернуха или это белый шум? То есть эта информация несет боль и разрушение, повествует о страданиях и погружает вас в депрессию и разруху. Либо же эта информация вас как-то стимулирует, радует, поддерживает, подымает, окрыляет. Отсейте для себя все те источники, которые вас угнетают и уменьшают вашу силу, вашу возможность. Оставьте для себя лишь те источники, которые вас стимулируют, которые вас поддерживают. Придерживайтесь белого шума. Такое же действие необходимо сделать и с вашим окружением. Проанализируйте для себя, какие люди, общаясь с вами, несут вам деструктив, втягивают вас в какие-то глупые истории, затягивают вашу жизнь в какое-то болото. И постарайтесь с этими людьми сократить общение. Поменяйте свое окружение по возможности. Многие люди как раз недооценивают влияние других людей на себя. Или же влияние СМИ, книг и всего вышеупомянутого в этом видео. Вы считаете, возможно, что та ерунда, я не по барабану, я смотрю и потом забываю. И вообще для меня это не работает так. Но даже та же музыка, которая может быть для вас, кажется совершенно безобидной вещью, если вы длительное время послушаете определенные группы, которые завалены депрессией, поют о какой-то боли и страдании, вы точно так же ненароком втянетесь в их игру. Если вы не обладаете самосознанием, подобным будди, конечно, то вас сто процентов затянет рано или поздно в один из этих угнетающих миров. Подчиняйся. Приезжайте на Карибы. Женитесь и размножайтесь. Мужская одежда. Никаких независимых мыслей. Потребляйте. Распродажа перед закрытием. Потребляйте. Смотрите телевизор. Подчиняйтесь. Подчиняйтесь. Никаких мыслей. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Покупайте. Слушайте руководство. Отдельная тема для разговора – это миры, в которых мы живем. Возможно, будет отдельное видео, которое посвящено этой теме более углубленно. Но сейчас я хотел бы слегка коснуться этой темы. Поймите, вы живете не в одном мире со всеми. Наш мир, как многослойный пирог. Слой за слоем, или даже можно сказать огромная сота параллельных вселенных. Физически вы, конечно, можете не замечать этих переходов из одной вселенной в другую. Однако вы совершаете их эмоционально и умственно ежесекундно. Именно вот тот рычаг перехода из одной вселенной в другую и ей подвергается воздействию социального программирования. Источники социального программирования воздействуют именно на вашу систему перехода из одной реальности в другую. И поэтому очень важно контролировать этот переход. Понимать, куда тебя направляют, в какую вселенную тебя хотят загнать. Есть вселенные страданий, есть вселенные радости, есть вселенные хиппи и так далее, и тому подобное. То есть огромная масса вселенных от начала истории человечества и до ее конца, если оно, конечно, наступит когда-нибудь. Каждый может под себя найти персональную вселенную, в которой ему будет очень комфортно и хорошо. И, возможно, даже многие из вас подсели уже на вселенную боли и наблюдания за чужим страданием. Вы уверяете себя тем, что, ну, мне интересно посмотреть, как же другие страдают. Ну, или там, может, конечно, вы сознательно это не понимаете, но подсознательно вас тянет посмотреть на чужую боль. Тем самым вы чувствуете себя немножко лучше, потому что пока ты видишь другого страдающего, ты уже как бы сам чуть-чуть расслабляешься. Ну, это радость от чужого страдания нехорошее чувство. Постарайтесь сползти с этой иглы. Я понимаю, конечно, что вы даже не оцениваете это как иглу, но это так. Радости вообще, как таковой, не существуют во внешнем мире. Все это результат вашего саморазвития, вашей работы над вопросом, кто я. Если вы уже о себе все знаете, то для вас будет радостным все. Как я говорил ранее, любое даже страдание приносит глубинную радость. Любая радость – радость. Любая боль – радость. Все является в своей сути радостью. И если бы когда-нибудь с вами не было по-настоящему радости, вы бы уже давным-давно с этого мира самоустранились. А пока вы косвенно получаете эту радость, хоть на каких-то ее минимальных пиках, вы тем самым уже поддерживаете свою жизнь. Итак, давайте подытожим то, что мы сегодня прошли. Первое, что нужно сделать, это понять источники вашего программирования. Второе, нужно изменить по желанию, конечно же, эти источники. Перестать общаться с ненужными людьми, перестать втягиваться в игру, в которую вы не хотите втянуться, перестать кайфовать от чужой боли, перестать смотреть различные угнетающие программы, передачи, фильмы. А смотреть только что-то позитивное, полезное, интересное. То, что вас продвигает по жизни. То, что формирует вашу хорошую версию себя. Я не берусь сейчас говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это тоже отдельная тема для разговора. Однако, старайтесь жить по сердцу, то есть ощущать других через вопрос такой, как милосердие, сострадание. То есть понимать, когда вы наносите боль к какому-то другому существу или когда вы наносите боль самому себе и не делать это действие. Каждый раз, в каждом видео мы будем понемножку есть этот большой пирог самопознания, который вас рано или поздно раскроет. Удачи вам и всего хорошего. Увидимся. Многие наши поступки объективно объясняются внушением. Хотя мы этого и не замечаем. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Молодцы, ребятки. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подверь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему ты сказала, что она белая? Почему, детка? Ну? Почему? Не знаю. Не знаешь? Белая, а это другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? Потому что они тоже сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белые, а это черные? Я хотела. Что ты хотела? И стали. Почему? Потому что они сказали так. И не будем обвинять наших малышей в соглашательстве. Быть таким, как все, для ребенка очень нужно. Ведь в детском возрасте, прежде всего через игру, подражание, идет активный процесс становления человека. Процесс усвоения норм и правил выработанных обществом. Процесс социализации ребенка. Быть как все.